здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия я вика сегодня у меня вот этот вот девчонки узор новейшие от кучинели я сразу вам скажу что это не сто процентов тот узор оказалось как как оказалось самая большая сложность вот это вот ажурная дорожка тут у нас все как бы все понятно да ну там только с рядами непонятно ну девчонки я все оговорю сейчас я покажу по петель на все вот это вот у меня схемка так ну схема тоже с уточнениями не пользуйтесь одной схемой не посмотря видео потому что я тут тоже важно как вы провязываете и 2 вместе изнаночной и в общем так значит что еще хочу сказать девчонки вот смотрите у меня мясорубка съела ноготь то есть он у меня откололся прям с почти к мясу но так как я вчера вечером я уже пробовала у меня образцов было очень много пока я не остановилась именно на этом потому что меня волновала вот эта вот дорожка вот она не сто процентов как в оригинале но она тоже красивая и она максимально приближенная к оригиналу я пробовала поверьте мне я пробовала разными способами и вот этот вот самый приближенный далее в оригинале у нас здесь одна изнаночная вот между этим всем у меня две потому что если одна получается эта дорожка сильного такая вот волнистая она повторяет контур так этой косы поэтому я все-таки сделала две вы же пробуйте на своем образце вот пряжи как вам лучше ну то есть вяжите в любом случае вяжите образец и пробуйте вот я пробовала этот узор на толстой пряжи это ализе ангур арам вот это которая толще плюс наверное она называется тоже красиво смотрится но все это у нас обработано кстати девчонки по поводу обработки хочу вам сделать обзор это не реклама это я купила и уже пользуюсь отпариватель philips и вы знаете я очень им довольна сделаю обязательно вам я отказалась уже от утюгов я отказалась от намачивания раскладывания ну в общем полностью я пользуюсь этим отпаривателем так вот это у меня уже отпаренные вещи так еще раз прошу прощения за ноготь у нас праздник как оказалось сегодня в чехии праздник и все все салоны все магазины закрыты я вот почему-то живя здесь 20 лет я почему-то эти праздники чешские у меня вываливаются из башки моей понимаете и я вот не первый раз я уже в празднике иду за продуктом я все закрыто остаюсь без без продукта поэтому а так как меня осенило этот узор вчера мне нужно было срочно его вам показать вот я понимаю мне нужно сегодня срочно все дело снять вот поэтому простите меня за этот ноготь я думаю сам самоценность видео в узоре они в моем ногти поэтому уж кто совсем уже стать то не смотрите ну выключите вот а я буду вот с таким вот ногтем потому что утром пошла сделать маникюр но все закрыто а видео снять хочется вот и не потому чтобы снять а потому что поделиться радостью что все таки я этот узор осилила потому что это радость у меня со вчерашнего дня вот что еще наперед не это я скажу потом чуть-чуть коррекция по вот этой косе чтобы больше было похоже на оригинал хотя мне нравится именно этот вариант потом я вам скажу значит что у нас из чего состоит узор у нас узор без состоит вот коса у нас из 8 петель далее вот эта вот часть она у нас из 6 петель 2 изнаночные 2 лицевые 2 изнаночные но это так образно здесь у нас не две лицевые не 2 изнаночные тут вместе вот она вот она эта секция вот коса коса вот вторая секция и большая коса из двадцати четырех петель всего вот я буду вязать вам вот отсюда и сюда это раппорт на самом деле рапорт как у нас получается по центру большая коса по бокам дорожка ажурная потом идет маленькая коса опять дорожка то есть если вязать джемпер там мы как конструктором будем пользоваться вот этим вот тремя блоками да вот эта коса дорожка коса это для тех кто будет вязать этот джемпер я сразу изначально правду скажу я его вязать не буду потому что у меня во первых нет времени у меня нет подходящей праги пряжи франки кричите я была в праге в этом магазине и я этот ментоловый джемпер держала в руках пробовала там тонкий очень тонкий нежный кашемир вот этот образец связан ализе cotton gold вот и вот мне по ощущениям он больше всего подходит но там у нас кашемир в оригинале и какую-то такую тоненькую мягкую пряжу если вы вяжете этот джемпер я вот обозначила маркером вот то что я буду вязать вот она коса дорожка коса большая маленькая коса большая дорожка ой ажурная дорожка и большая коса и так я здесь комментировать не буду я буду комментировать уже там где мы будем вязать по вот этой вот схеме остановлю значит 8 лицевых первый ряд он у нас он же у нас и третий ряд то есть одинаково вяжется 1 3 кстати 7 и 9 8 лицевых петель 1 2 3 4 5 6 7 8 ажурная дорожка 1 изнаночная 2 петли вместе изнаночной только первую мы снимаем вторую мы поворачиваем когда вы вяжете первый ряд то этого делать не надо и провязываем 2 петли вместе изнаночной далее двойной накид 2 петли вместе изнаночной и 1 изнаночной это и есть наша дорожка ажурная далее 24 петли большой косы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 19 21 22 23 и 24 ну и так и так далее вот эти все наши раппорты далее я не комментирую у нас раппорт вот ну то есть разбор всех трех как бы секторов блоков на узора так изнаночный ряд все изнаночные ряды вяжутся одинаково все что касается узоров круговую я его объяснять не буду потому что мне нужно вязать его в круговой чтобы понять где за какую стеночку вязать и куда поворот петли поэтому я здесь не объясняю это скажет вам только тот кто попробовать что куда поворачивать значит изнаночный ряд 24 изнаночные петли 1 2 3 4 23 24 это наша большая коса она всегда вяжется в изнаночном ряду изнаночными петлями ну в лицевом ряду если это круговую то лицевыми так наша дорожка 2 лицевые это изнаночный ряд и он всегда вяжется так 1 изнаночная 1 накид изнаночная 2 накид тоже изнаночная но за заднюю стенку вот за вот эту вот девчонки смотрим внимательно так как это двойной накид мы не можем провязать 2 накида изнаночной то мы вяжем его за заднюю стенку это очень-очень важно там если вы будете вязать изнаночная лицевая эти два накида которые как правило так и провязываются у вас эта дорожка будет искажена 2 лицевые то есть 2 лицевые 2 изнаночные 2 лицевые но изнаночная это класть ну как лежат петли а это за заднюю стенку 2 и именно 2 не 1 а 2 и 6 изнаночных петель ой 8 и 8 изнаночных петель 2 коса 8 вот он рапорт 2 ряда и всех изнаночных пост давайте еще раз покажу как накид 1 провязываем за переднюю стенку как лежат а второй за заднюю стенку вот так я беру переднюю подворачивая придерживаю провязываем за заднюю еще раз повторюсь это очень важно именно в такой последовательности и именно так чтобы получилась такая дорожка если чуть по-другому она уже не получается такая я же говорю я уже все все способы перепробовала и вот у меня получилось вот такое вот и таким образом мы еще вяжем третий и четвертый ряд так пятый ряд можно пользоваться дополнительной спицей но я ее не пользуюсь в этой маленькой косе я делаю сейчас вам покажу как кстати я забыла маркер я уже потеряла маркер вот видите как я им пользуюсь итак маленькая коса я беру оставляя если у меня вспомогательная спица то я снимаю эти четыре на вспомогательную и оставляю перед работой я же делаю вот так вот просто их меняем местами притом вторая половина за первой и провязываю 8 лицевых далее все без изменения мы только делаем пятом ряду вот это вот переброс вот это маленькая косичка и 5 и 11 у нас одинаково дорожку мы вяжем точно так же как то есть ничего не меняется всего два ряда эту большую курсу мы тоже провязываем лицевыми петлями это пятый ряд далее шестой по узору седьмой по узору седьмой седьмой и девятый как первый ряд как мы вязали первый ряд просто по узору и десятый тоже по узору в одиннадцатом мы делаем дальше следующий переброс сейчас я вижу это у меня 5 я вижу 6 7 8 9 и 10 по узору то есть выполняем только ажурную дорожку все остальное как лежат петли итак одиннадцатый ряд девчонки вот видите я провязала 5 рядов после переброса вот здесь вот запоминаем что вот эта коса у нас вяжется в каждом шестом ряду вот вот если вы хотите проверить вот так вот смотрите здесь у вас должно быть я я всегда так вот ориентируйте ориентируясь где вот переброс вот они ряды раз два три 4 5 6 видите то есть интервал 6 рядов то есть следующий переброс это уже следующий интервал вот это так ориентировочно чтобы не следить за схемой и за как бы за другими вещами что касается вот этой вот ажурной ленточки она у нас вяжется в каждом ряду лицевом один лицевой один изнаночный ну как я показывала то есть все время она делается вот эта коса это уже следующий как бы рапорт вот переброс и вот так вот вы просто можете иногда я вот я не понимаю провязала я четыре или шесть ряду могу сделать либо больше провязать либо меньше то вот таким вот образом я и ориентируюсь на это что касается этой маленькой косы то же самое и с большой косу я к чему это все говорю так 11 ряд переброс да потому что сейчас я провяжу эту большую косу и скажу свои как бы предположение свои догадки к этой косе в данном случае по образца у меня здесь вот это выглядит именно вот так мой образец это в одиннадцатом ряду я делаю переброс большой косы как же он делается я снимаю 6 петель 1 2 3 4 5 6 и оставляю за работой здесь уже я не могу переброс потому что петель много не получается и провязывая 6 петель 1 2 3 4 5 6 оставляю основную петлю беру вспомогательную ой основную спицу и беру вспомогательную и провязывая петли с нее 1 2 3 4 5 6 это одна половина косы теперь я снова снимаю 6 петель 1 2 3 4 5 5 6 оставляю вторую во второй половине перед работой и провязывая оставшиеся 6 раз 2 3 4 5 6 что у меня не набивается телефон так 6 и теперь возвращаюсь вспомогательной спицы и провязываю петли с нее 6 и это будет наша коса здесь сложновато ну ничего 1 2 3 4 5 6 то есть это коса у нас вот смотрите она разделена на 4 сектора по 6 петель 24 петли здесь у нас 6 и 6 меняются местами вторые поверх первых здесь 6 и 6 меняется местами вторые под первыми вот и все это для лучшего понимания и такая коса у нас делается в каждом одиннадцатом ряду это для моего узора если посмотреть на образец то мне кажется что там коса длиннее либо обка вот здесь у нас через если по соотношению смотреть вот смотрите здесь у нас в одном ряду и это и это делается потом следующий как бы под рапорт только здесь здесь ничего и следующие опять же через один через одну вот эту косичку я делала эти добавления то есть она у меня это коса в высоту 12 рядов раз два три 4 5 6 7 8 9 10 11 12 но я предполагаю что там в образце она 18 рядов потому что она более вытянутой и более расплющенная это достигается как бы тем что просто этих как бы перебросы делается немного реже вот я могу предположить что там она в семнадцатом ряду следующий раз семнадцатом шестнадцать семнадцатом пятый одиннадцатом ряду девчонки да то есть каждые восемнадцать рядов вот здесь вот будет и это будет вот такой вот высоты будет эта коса и она будет более широкая либо и более раз развернутая вот такая вот но в любом случае попробуйте на образце вы можете даже не совмещать это я так говорю чтобы совместить с этими как бы перебросами чтобы у вас было на что ориентироваться вы можете этого не делать вы можете вообще через 15 ой через ну там четное количество до через 14 рядов то есть она будет жить своей жизнью да вот это вот коса то есть вы уже смотрите по своей пряжи по образцу потому как какая коса вам больше нравится более 1 развернутая или вот такая вот как бы компактненькая вы смотрите уже по своим ощущениям по своей пряжи очень важно как и со определенной пряжей это этот узор выглядит я так уже собираюсь на фото буду с вами прощаться девчонки вот такой вот у меня эксперимент получился я думаю он удался девчонки кто будет вязать обязательно поделитесь результатом instagram я обязательно поделюсь потом вашим результатом вот моя схема но схему как я говорю не не вяжите не посмотрим видео вот потому что много поправы это так визуально немного такая примитивная как бы набросочная схема скажем так вот ну а в принципе на сегодня все я с вами прощаюсь с вами была вика школа рукоделия ставим лайки подписываемся комментируем делимся обязательно видео помогаем становимся спонсором вот я с вами прощаюсь всем пока пока